Добрый день! Меотоническая дистрофия – самая частая форма миопатии у взрослых. Классическое описание было дано в 1909 году Хансом Штайнертом. Причина миотонической дистрофии первого типа или болезни Штайнерта, в английской транскрипции Штейнерта, является мутация гена ДМПК – дистрофия миотоника протеинкиназа на длинном поличе 19-й хромосомы. Этот ген содержит триплет нуклеотидов цитозин, гуанин, тимин и кодирует белок, экспрессирующийся преимущественно в поперечно-полосатых мышцах. Нормой считается повторение триплета от 5 до 37 раз. Если повторение от 38 до 49, то данные лица, как считается, имеют премутацию и повышенный риск рождения больных детей. Лица, имеющие более 50 повторов, практически всегда имеют клинические проявления болезни. Причем, чем больше повторов, тем раньше начинается болезнь и тем тяжелее она протекает. Таким образом, миотоническая дистрофия первого типа, наряду, например, с болезнью Гентингтона, относится к заболеваниям, связанным с повтором тринуклеотидов. Она передается по аутосомно-доминантному типу. В клиническом смысле это значит, что в семье нередко имеются родственники с данным заболеванием, зачастую протекающим субклинически. Длинные, а в нашем случае больше 37 повторов, цепочки тринуклеотидов являются нестабильными и могут удлиняться, например, во время деления клеток. Поэтому у родителей с премутацией могут рождаться больные дети. А у больных родителей дети с более ранним началом и более тяжелым течением заболевания. И это называется феноменом антиципации. Интересно, что заболевание чаще передается от матери, что, возможно, связано с отбраковыванием спермы, содержащей удлиненные тринуклеотидные повторы. Феномен антиципации также сильнее выражен при передаче заболевания от матери. В большинстве случаев симптомы становятся заметны в юношеском возрасте. Впрочем, при длинных последовательствах тринуклеотидов миотоническая дистрофия может быть и врожденной. На ранних этапах заболевания ведущим симптом является миотония. На видео пациент, резко сжав кулаки, не может их быстро разжать. Это проявление миотонии. Еще один признак миотонии – ямка на языке после перкуссии. Здесь он не виден отчетливо. По мере прогрессирования заболевания на первый план выходит дистрофия. Сначала в дистальных, затем и в проксимальных мышцах. Здесь слабость мышц видна при исследовании мышечной силы динамометра. Также мы видим угасание сухожильных рефлексов. Типичен внешний вид больного. Запавший из-за атрофии жевательных мышц виски. Залысин на лбу. Умеренно выраженный птоз. Краниальный гиперастос в сочетании с высоким ростом и скелетными аномалиями. Поражения других органов встречаются практически всегда и нередко выходят на первый план. Характерно развитие двусторонника таракты, различные поражения желудочно-кишечного таракта, нарушения сердечной проводимости, которые нередко влекут за собой внезапную смерть. Дыхательные проблемы вследствие гиповентиляции, например, синдром апноэ во сне. Эндокринные расстройства, например, инсулинорезистентность. Атрофия яичек у мужчин, нарушение цикла у женщин. Поражение головного мозга при врожденной миотонической дистрофии проявляется тяжелой умственной отсталостью при дебюте во взрослом возрасте когенитивными нарушениями. Меотоническая дистрофия второго типа, или проксимальная миотоническая дистрофия, пром, как правило, притекает мягче, чем у лезь Штейнерта. Она также передается по аутосомно-доминантному типу. В основе заболевания лежит мутация гена ЗНФ9, расположенного на третьей хромосоме, которая содержит последовательность уже не трех, а из четырех нуклеотидов цитозин, цитозин и мингуанин. При увеличении количества повторов данного тетрануклеотида, а описано до 11 тысяч таких повторов, развивается клиника заболевания, которая, впрочем, не имеет такой четкой взаимосвязи с количеством этих самых повторов, что отличает ее от болезни Штейнерта. Также не очень характерен феномен антиципации. Ведущими клиническими проявлениями являются проксимальная миопатия и миотония, возможна катаракта, нарушение сердечного ритма, атрофия яичек. В 2004 году была описана семья, в трех поколениях которой прослеживалось 10 больных дистрофической миотонии в сочетании с фронтотемпоральной деменцией. Мутация при этой форме заболевания, которую называют миотонической дистрофией третьего типа, предположительно локализуется на 15-й хромосоме. Механизм передачи также аутосомно-доминантный, характерные признаки, проксимальная мышечная слабость, миотонические феномены, билатеральная катаракта и фронтотемпоральная деменция. Лечение миотонической дистрофии чисто симптоматическое. Если на первый план выходят миотонические феномены, что обычно бывает в начале болезни, используются антиконвульсанты, например, фенитаин и карбамазепин, а также антиаритмики, навархинидин и навокаинамид. Впрочем, все эти препараты влияют на сердечную проводимость, и поэтому должны применяться с осторожностью. Ортопедические вмешательства, обычно с целью коррекции осанки, также следует проводить с осторожностью, так как они в большинстве случаев не приводят к улучшению двигательной функции. Благодарю за внимание.